Доброе утро, Саша! Доброе утро, Марина! Ну вот болельщики что делают на стадионах? Кричат? Вы этому обучаете или по-другому? Ну кричать они и так у меня умеют сами, без меня. На наших занятиях мы изучаем футбол, историю футбола, изучаем какие-то теоретические моменты. Например, девочки не всегда разбираются, не все знают, что такое офсайт. Вот мы стараемся им это объяснить, чтобы те, кто к нам пришел, понимали, что такое футбол, как он появился. И что футбол-то там не просто мяч с ногами попинать, что это история, что это может быть даже какое-то искусство, что ли. Ну и то есть вы прививаете детям любовь к футболу, я понимаю, и учите разбираться правильно? Ну кому-то прививаю, кто-то уже пришел, больше меня его любя, поэтому там по-разному. У вас только дети ходят в вашу клубу, вы с октября функционируете, за это время у вас уже более 30 детей вот сейчас посещают. Собираетесь ли как-то расширяться, чтобы больше людей к вам ходило? Или достаточно 30? Расширяться, конечно, собираемся, потому что когда мы с детьми начали заниматься, мы вообще планировали такие планы, что в какое-то движение, может быть, все выльется. То есть реклама у нас идет, реклама есть, мы там на стадионе постоянно рекламируем себя, поэтому если у нас кто-то к нам придет еще, мы только рады. Ну а вот вообще команда сама, она идет к вам на встречу? То есть у вас бывают встречи с игроками или какие-то вот такое, есть, так сказать, общения? Есть контакт, да, у нас команды, игроки всегда с удовольствием там и на встречи к нам приходят, вот за то недолгое время, что мы существуем, у нас уже побывало 5 игроков Енисея, там два футболиста бывшей сборной России. То есть игроки с удовольствием к нам приходят, они там фотографируются там после матча, с детьми в интернете, им постоянно там отвечают на их сообщения. Ну то есть за этим, конечно, большое спасибо, за это терпение, которое вот они показывают по отношению к ребятам. Ну а вот вы вообще, откуда у вас идея возникла создание такого клуба? Потому что, как я понимаю, в России аналогов, по-моему, нету, как бы в России, ну по крайней мере, насколько я знаю, такого нету. Откуда идея? Ну я тоже не видела аналогов, ну может быть есть, но мы просто не знаем. Ну идея вообще так случайно появилась. Года два назад, два с половиной, я сходила на футбол, одна сходила, скучновато мне показалось. Но я вспомнила, что у меня ребята есть, которые очень любят футбол, которые там смотрят матчи с пятыми на уроках, и я решила их позвать. Вы учительница работы? Да, я работала в школе тогда, учителем русского языка, вот, ну я позвала мальчишек, девчонки тоже, а почему вы нас не зовете? Ну в общем, собралась такая приличная толпа, человек, наверное, в 15-20. Мы вот сходили первый раз на матч, клуб нам стал предоставлять там бесплатные билеты, ну и как бы нам вообще понравилось. И мы вот каждый матч посещали, не пропуская там, ну и на каникулах даже на летних там, кто мог ходил. То есть вот так вот началось все, а потом уже вывелось это все вот в такой клуб. Ну вот вы сейчас все-таки больше с детьми, дети, а чаще всего на стадионах ведут себя не очень прилично взрослые именно, а взрослых никак не хотите подтянуть к себе? Ну взрослых я никак не хочу подтянуть к себе, потому что у них есть свой клуб болельщиков, поэтому я думаю, что они там сами в состоянии справиться. Этот клуб болельщиков ведет себя на стадионе хорошо, ну а остальные взрослые, это уже проблема воспитания, думаю, тут я ничем не помогу. Ну вот как-то по поводу, у нас очень много клубов же и хоккейных, и рэнбийных, не хотели бы вы их как-то охватить, чтобы не только за футбол, чтобы не болеть, но и за хоккей, возможно, или за рэнбий? Ну вообще изначально мы как бы себя позиционировали как клуб футбольного болельщика, и дети, которые пришли, они увлекаются, как правило, футболом. Мы ходили на хоккей как-то на «Сокол» несколько раз, но то есть такого вот у них какого-то восторга это не вызвало. У меня есть мальчик, который занимается профессионально вообще хоккеем с мячом, мы так не понимаем, что он делает у нас, но ему нравится, мы рады. То есть я не знаю, ну пока вот такого нет, чтобы сходить там куда-то, поболеть прямо. Нам хватает футбольных дел, их очень много получается. А сейчас наша команда, Енисей футбольный, она находится на сборах на Кипре. Как-то собираетесь ли вы их оригинально встретить или что-нибудь? Еще есть уже задумки какие-то, или нет? Ну вот спасибо за идеи на самом деле. Но я не думаю, что мы их сможем прямо встретить, но снять как обычно видео, да, можно попробовать что-то как-то оригинальное опять. Ну это надо думать, еще они не скоро прилетят, еще там целый месяц, поэтому есть время. Ну а вот как вы считаете, в первую очередь для ребенка, зачем посещение вот такого клуба, что это ему дает? Когда мы с ними вот только первый раз собрались, я задала им вопрос, за что, почему вы любите футбол? Ну они там мне ответили, какие-то там у них ответы были. И через месяц я спросила опять на собрание, я говорю, почему вы в клубе болельщиков, почему вы здесь остались? И они мне практически хором сказали, потому что мы любим футбол, все. То есть вот люди любят футбол, им интересно, они общаются друг с другом, они все из разных школ, они там между собой дружат, там уже гуляют вместе, там ходят. То есть мне кажется, даже насколько тут футбол важен, сколько вот это взаимодействие между ними, мне это очень приятно. Так, где вас можно найти и как к вам можно присоединиться? Найти нас можно на Мира 44, это Центр творческого развития, гуманитарного образования, там у нас проходит собрание раз в неделю, в какой именно день у нас не фиксирован, мы обычно там в чате это решаем. У нас есть своя группа ВКонтакте, там можно мне написать, я там прошу отправить некоторые данные личные, и тогда я включаю в чат, и все, и ребенок кубе болельщиков. Ну, а то есть есть какие-то принципы, по которым вы отбираете в ваш клуб, или все желающие могут вновь поступить? Все желающие могут, обычно дети потом сами решают, интересно им это или нет, то есть у нас поначалу было, может быть, даже побольше людей, но кто-то ушел, ему показалось, что это неинтересно, ему кто-то там по времени не смог нас посещать, кто-то вот остался, то есть, ну, это личное дело ребенка, если понравится, то мы только рады, там, не зависит от меня ни от чего. Ну, а вот вы самая ярая болельщица футбола, как-то потому что, ну, обычно там мужчины все-таки ходят на стадион, почему вот вы свои руки решили вот так взять и... Ну, я очень давно люблю футбол, я уже, наверное, не представляю, как можно его не смотреть, как можно им не увлекаться, у меня вот уже стаж, мне 14 лет, я болельщица, вот, ну и просто мне нравится, это классно, мне кажется. Елена, спасибо вам большое, последний вопрос, сегодня мы спрашиваем наших телезрителей, окунаются ли они сегодня в купель, на крещение, вы сторонник этой традиции или нет? Я сторонник, но сама не полезу. То есть, так морально можете поддержать? Да, я бы посмотреть, да, морально поддержать сама, я вряд ли рискну, прохладно все-таки на улице. Елена, спасибо вам большое. Спасибо.